В октябре в Закарпатской области прошел чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 лет. В составе сборной Киевской области выступали и славучане, причем достаточно удачно. Весят до 67 килограмм третье место занял Владислав Овчаренко, а весят до 73 килограмм четвертое место у юхновец Владислава. С ними мы и побеседовали во время тренировки. Все понравилось, выступление тоже понравилось, организация тоже нормальная, то есть выступать можно. Результаты? Ну результаты четвертое место занял, немного не дотянули до третьего. Но ничего, будем стараться и в следующем году покажем результат. Ну уже следующий год, это на год старше или... Да, до 17 лет уже. Я выступал в 67 категории, тоже до 15 лет. Третье место в итоге занял. Бронза. Ну немного не хватило до второго там, свои нюансы. Совсем рядом? Да, совсем рядом килограмм сегодня проиграл. Ну надо было второе, но так получилось. То есть не насчитал, когда выставлял веса или что? Ну подготовка была не очень. А сейчас готовлюсь на чемпионат Европы до 15 лет в Израиле, в городе Эйлад. Ты ему не завидуешь, что он на третьем? Нет, не завидую, потому что сам занимаюсь недолго, всего лишь два года. Так как Влад занимается более четырех лет, поэтому мне завидовать нечему. Через два года ты точно третье возьмешь? Ну это не факт, что через два, возможно даже раньше. О чем мечтаете? Тут недавно юбилей проходил, не знаю, были вы на нем или нет. И там представитель Олимпийского комитета Украины говорил, что неплохо было бы вырастить Славутича, ну не то что чемпиона, но хотя бы участника Олимпийских игр. Вы как к этому относитесь? Ну надо стараться. Ко всему надо идти с усердием. Всегда. Значит, что там на следующий год или через год, ну как бы года три-четыре есть. Можете? Будем стараться. А ты? Да, задачи есть, и они будут выполнены. Бессловно, нужно отдать должное и тренерам Юрию Каленскому, и Геннадию Зубцу. Без их помощи у ребят результаты были бы не столь удачными. Второе, третье место мы могли занимать. Это факт. Мы задачи решали свои, которые были поставлены перед ребятами. У Овчаренко Влада первое место занял парень, с которым бороться было сложно. Он в отрыве был, он толкнул 131 килограмм. То есть бороться сложно было в то время, когда у нас лучший 120 был. Поэтому мы, да, мы не гнались за ним, а реально мы должны были бороться за призовое место. Но здесь еще мы решали одну задачу, так как у Влада, начиная с мая, вы знаете, что спортивная подготовка такая, что у него небольшой застой получился, плата так называемая в результате. Поэтому мне надо было сейчас, чтобы он почувствовал уверенность в своих силах и выступил успешно. Что мы эту задачу исправились? Как таковую задачу мы не ставили выиграть второе место. Мне нужно было, чтобы он выступил стабильно и хорошо. Эту задачу он выполнил. И он выполнил ее очень даже на 5 баллов. Я доволен его выступлением. И сейчас у нас открыта дорога на сбор Хмельницкой области по подготовке к чемпионату Европы. То есть он включен уже в состав команды на поездку в Израиле, в городе Елат. Будет чемпионат Европы до 15 лет. Он туда едет. И сейчас он выезжает на сбор. То есть задачу, которую мы ставили на эти соревнования, мы выполнили. С Юхновцом Владиславом он за последнее время очень хорошо добавил. И реально он мог занимать третье место. Но здесь надо было быть аккуратным в плане, чтобы парня не перегрузить. Но и по силам ему было занимать третье место. Здесь к нему проблем никаких. К нему замечаний никаких нет. Здесь чисто тактика у нас была выработана правильно. Но исполнение немножко подвело. Так как в этой суматохе перезаявка весовая, это время принимать решение очень быстро надо. И я не успел сделать заявку немножко меньше вес, который давал бы нам бронзовую медаль. Поэтому здесь может быть где-то моя недоработка, моя ошибка. Но к Владу и к одному и другому вопросов нет. Они отработали очень хорошо. Выступили здорово. И я доволен. Есть перспектива у ребят. И следующий год у нас чемпионат Украины в апреле месяце. И ребята выступят уже в следующей возрастной группе. Им по 16 лет будет. Они до 17 будут выступать. И надеюсь, что есть перспектива через два года опять же быть в призах на чемпионате до 17 лет. Ближайший турнир, все украинские соревнования, так называемое спортивное общество Украина, ФСТ Украина. Чемпионат будет до 15 и до 17 лет. Сборную команду нашей ДУИ США будут выставлять. Это в Чернигове 11-12 ноября. Мы к ним сейчас готовимся. Каникулы хорошо. Мы по две тренировки делаем. Ребята в хорошем настрое. Я думаю, мы там достойно выступим. Это ближайший старт нашей команды. Ну и дальше у нас еще до конца года будут соревнования в Белоруссии. Традиционные турниры. И, естественно, посвященные 30-летию тяжелой атлетики. Да и США, вы знаете, уже отметили 30 лет. И тяжелая атлетика с первого года. Тоже я здесь, с 89-го. И мы 30-летию посвященный чемпионат города делаем. Собираем, да, всех воспитанников, всех, кто занимался тяжелой атлетикой. И сделаем перед Новым годом предновогодный традиционный чемпионат города, посвященный 30-летию. Пожелаем удачи и тренерам, и спортсменам на ближайших турнирах.